Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события до 26 марта. Поехали! В США по меньшей мере 5 человек стали жертвами торнадо, который обрушился на штат Алабама в четверг 25 марта. Многочисленные дома повреждены, многие люди ранены и по крайней мере 6 человек погибли. По данным Национальной Метеорологической Службы, было зарегистрировано 14 торнадо в Алабаме и 1 в Миссисипи. СМЕРШ привел к повреждению от 30 до 50 домов и построек в городе Пелхэм. В результате торнадо почти 55 тысяч человек остались без электричества на юго-востоке, включая более 36 тысяч в Алабаме. Власти продолжат оценивать ущерб и искать пострадавших. В городе Пелхэм округа Шелби власти опубликовали видео и фотографии, на которых видно, как большие деревья перекрывают дороги, а поврежденные столбы инженерных коммуникаций нависают над улицами, заваленными обломками домов. Тем временем, мэр города объявил комендантский час, который будет действовать с 10 часов вечера до 6 часов утра, и это будет длиться до понедельника. Он заявил, что в городе, по предварительным данным, повреждено от 30 до 50 домов, и призвал жителей держаться подальше от мест, пострадавших от торнадо. Также отмечается, что 116 тысяч человек остались без электричества. Вулкан Эбека расположен на Курильских островах России, изверх пепловый шлейф высотой около 2 километров. В Центр управления критическими ситуациями МЧС по Сахалинской области поступила информация о том, что вулкан Эбека выбросил пепловый шлейф на 2 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстоянии до 5 километров. Вулкан Эбека расположен на северной оконечности острова Парамушир. Его высота составляет 1156 метров. Северо-Курильский пеплопад не наблюдался, запах северо-водорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. Батсфана расследуют гибель 39 слонов с начала года. Пока что они исключили браконьерство, сибирскую язву и бактериальные инфекции как причину. Министерство окружающей среды сообщило, что их число погибших выросло до 39 особей. Дальнейшие лабораторные исследования продолжаются. Обширные полевые и воздушные исследования не выявили смертности других видов диких животных в этом районе. Министерство исключило браконьерство, так как бивни слонов были найдены целыми. Животные были найдены мертвыми в заповеднике Мореми. Последние смерти происходят через несколько месяцев после того, как 330 слонов погибли при загадочных обстоятельствах у границы дельты Акованга. На горнолыжном курорте в Сочи сошла лавина В Сочи на горнолыжном курорте Лаура сошла мокрая лавина. Она прошла прямо под канатной дорогой. Природное явление засняли на камеру мобильного телефона и выложили в сеть. Как сообщили очевидцы, в ЧП никто не пострадал, так как людей на пути снежной массы не было. Напомним, гравитационное сползание пропитанного водой снега может произойти в результате выпадения осадков и оттепелей. Ранее на территории Сочи были отмечены еще сход нескольких оползней. Участок федеральной трассы А-147 в Сочи разрушился в результате оползневого процесса. Ведомцы также пояснили, что на месте организовано реверсированное движение с ограничением скорости до 20 км в час. Это необходимо для безопасности дорожного движения и предотвращает дальнейшие разрушения. В настоящий момент на участке работают специалисты дорожных и проекционных организаций, дежурит техника. Еще один оползень произошел на улице Пластунская. Люди, проживающие в данном доме, боятся за своих жизней. В мэрии Сочи сообщили, что посадавших нет. На место оперативно выехали спасатели. Они обсадовали здание и грунт. Сейчас дому ничего не угрожает. Расселять жильцов не нужно. Как только позволит погода, начнут устранять последствия оползня. По крайней мере, один человек погиб в результате внезапного наводнения в штате Санта-Катарина на юге Бразилии. Между тем, наводнение из-за разлива реки в северном штате Пара побудило власти объявить чрезвычайное положение. Шторм принес сильный ветер и проливной дождь в некоторые районы штата Санта-Катарина на юге Бразилии. Наибольшие разрушения были нанесены в городе Блуменау. Гражданская оборона приняла участие как минимум в 20 инцидентах, включая наводнение и повреждения от ветра. В результате наводнения в районе Норта и Тупава обрушилась стена. Один человек погиб и еще двое были ранены в автомобиле. Еще один человек был серьезно ранен в результате обрушения стены в районе Форталеза. Власти объявили чрезвычайное положение для муниципалитета Рио-Марио в штате Пара в Бразилии. За сутки было зарегистрировано 50 миллиметров осадков. После стран Восточной Африки полчища саранчи начали атаковать страны Персидского залива. Они добрались до таких стран как Йемен, Бахрейн, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия. Стая насекомых, как рассказывают очевидцы, гигантские. Они настолько густые, что во время их перелета становится темно на улице. Вредители уничтожают всю растительность на своем пути и даже мешают перемещению транспортных средств по дорогам. В социальных сетях пользователи выложили видео, как из-за роя саранчи водители автомобилей в Бахрейне были вынуждены прекратить свое движение. Как сообщают зарубежные СМИ, миллионные стаи саранчи приблизились к границе с Индией, а также к Пакистану. Уже сейчас нашествие саранчи признано самым масштабным за последние 20 лет. Есть также данные, что в тех странах, где она сейчас хозяйствует, пострадало около 40% посевов. Правительство Пакистана, связи с нашествием родителей, объявило чрезвычайное положение. Удивительное событие можно было наблюдать в Саудовской Аравии появление дельфинов на пляже. Местным жителям предстала такая картина утром. Около трех десятков дельфинов, которых вынесло на пляж. Дельфины застряли на пляже Умлуджи в регионе Табук из-за сильных ветров и приливов. Большая спасательная операция спасла десятки млекопитающих. Но, как сообщается, семь дельфинов все же погибли. Пограничные группы Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства, муниципалитет Амлай, Гражданская оборона и ряд добровольцев приняли участие в спасательных операциях. Должностные лица города Форта Пейн, штат Алабама, США, заявили, что в большинстве городских дорог стали непроходимыми из-за сильных дождей. Власти просят временно воздержаться от поездок по городу во избежание попадания в непредвиденные ситуации. В некоторых районах глубина паводка составляет 86 сантиметров. Поступает сообщение о многочисленных затопленных домах и магазинах. На данный момент нет сообщения о пострадавших или погибших. В городе Форта Пейн все бригады общественной безопасности работают над тем, чтобы дороги были как можно более безопасными. Были проведены несколько спасательных операций с пожарными службами, а также эвакуировано два человека. На ближайшие дни прогнозируется сильный ветер до 15-18 метров в секунду, а также возможны сильные осадки. Тайвань переживает самую сильную засуху за полвека после того, как в прошлом году не обрушились на сушу тайфуны. Наиболее острая нехватка осадков ощущается на территории западной части Тайваня, где проживает большинство людей. Министр экономики Ван Мэй заявил, что со следующего месяца Тайвань будет снабжать водой не более 1 миллиона домашних хозяйств в центре острова из-за засухи. В целях экономии воды 4 апреля в некоторых частях Тайчжиня, Маули, каждую неделю на 2 дня будет отключаться водоснабжение. Цистерны с водой будут отправляться для снабжения жителей по мере необходимости. Власти надеются, что сезон дождей, который обычно начинается примерно в следующем месяце, поможет пополнить водохранилище. И в этом году на Тайвань все-таки обрушатся тайфуны. Сильный снегопад обрушился на Денвер, штат Колорадо, США. Женародный аэропорт Денвера собрал от 10 до 20 сантиметров снега. В этом месяце он составил 80 сантиметров снега, а март 2021 года стал вторым по количеству самых снежных осадков за всю историю. 80 сантиметров снега, выпавшего в этом месяце, ставят на второе место в книге рекордов. В настоящее время прогнозируется небольшая вероятность снегопада на субботу. Каждый март в Денвере выпадает в среднем 30 сантиметров снега. Это средний самый снежный месяц для города. Со сложностями столкнулся аэропорт Денвера, где выпало до 40 сантиметров снега. На время были приостановлены вылеты некоторых рейсов. Этот год можно считать одним из рекордсменов по снежным осадкам. Не только в Колорадо, но и во многих других штатах. За сутки на Земле произошло 135 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,8. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 5 странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. Каньон Рускеала Рускеалеский мраморный каньон – часть горного парка Рускеала. Настоящий шедевр симбиоза человека и природы. В конце 18 века по приказу Екатерины здесь была открыта добыча мрамора для украшения Петербурга, отделка замка, дворца, а также собора. В середине 19 века карьер практически перестал работать и со временем наполнился естественными водами. Длина карьера около 450 метров, а ширина от 60 до 100 метров. Стены испещрены подземными штольнями и штреками, которые соединены вертикальными шахтами. Расстояние от самой верхней точки каньона до его дна более 50 метров, а прозрачность воды составляет 18 метров. Горный парк Рускеала расположен 30 километров от города Сартовала в сторону финской границы. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо вам за внимание и до завтра!